Саша Пахабов Как ты правильно всё-таки называешь? Арт-механик Арт-механик Б-97 Я, честно говоря, по имени по-своему не очень люблю рекламироваться Арт-механик это для меня О, когда твоё одиночество Больше тебя самого Когда нет имени, отчества Ни отечества, ничего Когда бредёшь из последних сил Только бы не упасть Забыв, кто есть, и кем раньше был И чья над тобою власть Когда не знаешь, что будет с тобой Наступит ли завтрашний день Когда единственный спутник твой Немая пугливая тень Боже, ты мне скажи, за что же Я ветром гоним Боже, что ж мой такой ничтожный Маленький мир Боже, ты мне скажи, за что же Я ветром гоним Боже, что ж мой такой ничтожный Маленький мир Ты найди в себе силы выйти на свет И верь, что не вышел твой срок И повернётся лицом к тебе Судьба не слой Саша, скажи, пожалуйста Как стать таким, как ты? 30 лет железками заниматься Не, ну правда Очень много же механиков существует Которые просто ремонтируют технику А тебя понесло Ну как, правда Расскажу Значит Что надо курить? Вот Без этого нельзя, по-твоему? Сейчас уже можно Когда уже накопилось, можно Понятно, да Эти недали в толшею порезать Нет, это я однозначно могу сказать Что без этого тоже всё творение можно делать На самом деле у меня начиналось-то всё с деревяшек С детства Вот А потом на железки перешло Когда железки в руках появились Когда начали собирать мотики маленькие Ну, наверное, помнишь, дутики С Д6, Д4 мотором Вот На велосипеде бабочка И дальше Жалко было выкидывать какие-то разные железки И из этого всё выросло Так что можно и без этого Без вопросов То есть ты механик? Да, да Занимаюсь машиной, мотоциклом Ты ремонтируешь мотоциклы? А из того, что осталось? А из того, что осталось Можно не делать из мотоциклов такое? Можно из мотоциклов Но из мотоциклов Ты же знаешь, что запчасти все дешёвые И народ забирает их с собой Чаще всего Поэтому из мотоциклов редко чего остаётся Хотя уже задумки есть И бак лежит И от Икса Под новую работу Ну, сейчас просто негде это делать Сейчас всё на даче Кучей свалено Тонны три железа, наверное, на даче лежит Вывезенное Слушай, а ещё наши дурацкие вопросы обычно задают Как вам приходят такие мысли? Вот, да, дурацкие вот такие вот Скажу Ну, правильно Я сам не знаю, как они приходят просто Но обычно спрашивают Скажу Скажу Как приходят Сижу дома, слушаю блюз Вдруг появляется какая-то интересная мысль Думаю Надо это воплотить в жизнь Дальше приходишь в гараж Ищешь железки Подбираешь Едешь по помойкам Подбираешь железо под это всё И складывается без вопросов Но, естественно Разные мысли И они просто так не приходят То есть Других художников смотрю Людей, которые занимаются Тут, кстати говоря, выставлены не только мои работы Тут ещё И вот друзей Вот это вот Андрюха делал Вот Великого велосипедиста Вот И То есть Общаться нужно со всеми Кто делает такие вещи Уже дальше своё Чего-то придумывать Ну, чаще всего У меня своё Я редко когда Заимствую чего-то Хотя Опираюсь, конечно И гигер Как обычно И всё остальное Опираюсь на Кумиров Которые с детства Видел И на них рос Дали Гигер Все эти вещи Для меня Не пустое слово То есть Ты считаешь Что придумывать Новое Не надо А можно и Нет И у меня и новое Придумано Ну Чаще всё Новое Это хорошо забытое Старое Получается Бывает так Что ты сделаешь Что-то А потом Открываешь интернет Начинаешь лазить И находишь Именно такую же вещь Как ты сделал Вот То есть Вот как вот Получилось Вот Значит Я его задумал В 95-м году По-моему Первый Саксофонист Из дистемпера Попросил Сделать себе Подарок Ну и так Это всё Изогнулось Ещё в 95-м году Вот А потом уже Всё это доросло Вот в этого Человечка А толчком Кстати Человечек Этот Не просто Человечек Это светильник Настенный И вот Нижней части У него не должно быть Он на стену Крепится Вот А Это самое Толчком Была Работа Бычика Есть такой Друг У нас В общем Из Людей Которые Занимаются Такими Железками Вот И Я увидел Его работу И вспомнил Про свою Которую Уже тысячу лет Как назад Собирался Сделать А так ты не учился Нигде Обычно Что вы заканчивали Рассказываю Не учился Нигде Но очень Хотелось Я реально Раньше Хорошо рисовал Сейчас я Вообще Не рисую Разучился Полностью Иногда Очень Это мне Бесит Раздражает Потому что Некоторые вещи Хочется Зарисовать Чтобы не забыть Потому что Чаще всего Они приходят В момент Который Ну Блин Ну не можешь Ты это Сразу Начать делать Либо Очень много Работы Либо Занимаешься Совсем Не тем Вот И В результате Получается Что некоторые Работы Конечно Как пришли Так и ушли Вечером Особенно Когда делать Нечего Сидишь Размышляешь И Иногда Забываешь Чего Я себе Придумал Говорят На диктофон Прикольно Записывать В смысле Пришла Записала В этом деле Не совсем Все так Понимаешь Для меня Нужно Чтобы Я Имел Под руками Железки Чтобы Начать Делать Вот И Диктофон Он Не воспримет Не воспримешь Через него Скажи Тогда Такую Вещь Обычно Ты что-то Придумал У тебя В голове Повелась Какая-то Мысля А когда Ты ее Начал Делать Обычно Получается Не совсем То Что Ты Придумал Лучше Получается Я знаю Так и Получается Так и Получается Именно Так и Получается Когда Начинаешь Творить У меня Никогда Нет Как бы Сказать Эскиза Полного В голове То есть Я начинаю Когда Делать Эту Вещь Я До Конца Не понимаю Что Получится Вот Как раз Вот с Этим Вот Так и Получилось Вот Изначально Я совсем Другое Себе Планировал Сделать Вот В результате Получился Такая Чупакабра Но Изначально Конечно Она должна Была Выглядеть По-другому Но Когда Появились Такие Ноги Которые Прям Ну Реально Вы Выразили Движение Вот Я Понял Что Она Должна Иметь Рогатую Морду И Все Остальное Морда Должна Была Быть Металлической На ней Изменил Я Концепцию Слушай Вот Я тебе скажу По-своему Я-то учился Я считаю Что Образование В этом плане Очень вредная Штука От него Надо будет Потом Избавляться Очень долго Потому Что Там же Учишь Чтобы Ты Просто Взял Какой-то Канон Определенный И Научился Его Повторять А потом Тяжело Своё Что-то Придумывать Поэтому Я думаю Что Это Вредно В принципе Есть Такое Я 4 года Переучивал Соматок У другого Учителя Который Разучивал Не надо Так делать Не надо Так делать Не надо Так делать Так мне Разговорили Надо Больше Не надо Есть Такое Да Но Я считаю Что Вообще На самом Деле Ну Конечно В школе Да Это Одно Я Меня Жизнь Учила То есть Я Всегда Сталкивался С железками И Ну Видел Что-то Своё В них Поэтому Не знаю Скульптуре Я точно Не учился Ну Если бы Я учился Я могу Сказать Однозначно Я бы Сидел Дома И был Татуировщиком Потому Что Даже Мой Друг Который Мне Татуировки Делает Говорит Что Столько Сколько У меня Идей Говорит Это Просто Уже Давно Пора Татуировщиком Стать Потому Что Свои Татуировки Я себе Придумываю Сам Кроме Идейных Буддистских Остальные Все Придумываю Сам И Воплощает Только Он Их Потому Что Рисовать Не умеет Конечно Хочется Поучиться Конечно Хочется Научиться Вот Но Я понимаю Что Можно И без Этого Это Не Должно Человека Останавливать Нет Меня Вообще Ничего Не Останавливает Я Считаю Что Если Человек В своем Развитии Остановился Он Умрет Очень Быстро Вот И Все Движение Жизни По Другому Никак Не Может Быть Слушай А скажи У тебя Стиль Какой То Есть Как Сам Считаешь Есть Стиль Есть Самый Основной Стиль Самое Основное Отличие Мое Это Головы Из Оригинальных Черепов Это Стиль Однозначный И Ну Люди Когда Пообщались Со мной Некоторые Конечно Начали Использовать В своем Железе Тоже Дополнительно Кость Вот А я Уже Это Поставил Ну Своей Задачей В каждую Работу Которая Дальше Будет Сделана Ну Не Считая Того Что Вот Эти Кресла И Так Далее То есть Стуль Кресла Я Делаю Просто Из-за Того Что Мне Нравятся Именно Такие Формы Вот А вот Именно Вот Такие Работы Которые Там В Движении Во Всем Я Считаю Что Кость Никогда Не Испортит Есть Еще Одна Работа Которая Тут Не Представлена Она Дома Стоит Взорвалась Когда Я Испытывал Поэтому Не Доехал Черепа То есть Я Считаю Что Это Стиг Ты Берешь Ой В Интернете Я Как раз Животных Очень Люблю В Интернете Много Друзей Знакомых Которые Мне Поставляют Все Плюс Можно Спокойно Договориться На бойне Забрать С бойни Но Там Вываривать Приходится Вот Привозят С разных Городов Черепов На задумке У меня Уже Дома Лежит Прилично Хорош У тебя Дом Не без Этого Там Мотоцикл Разобранный Стоит Так что Функциональные Вещи Которые Ездят Тарахтят Они Тебе Меньше Получается Интересные Или Дебильный Вопрос Опять Нет Если Была Задача Сделать Тарахтящее Что то Я бы Тоже Сделал Скажем Так Вот Этот Мотоцикл Сейчас Они Закрыли Короче говоря Вот этот Мотоцикл Это мой Валуй Только я Немножко Его Переделывал Ну ты Понимаешь Перенес Цепь На ту сторону Вот Поставил Ну а Все остальное Практически С моего Валуя Лепленное Один в один Вот Бат Конечно Эксклюзивный Сделал У тебя Валуй У меня Валуй А что не Урал Не Я Я Как то Вот Как Наверное Помнишь Нас Родители Страховали На Это Самое На Некоторые Суммы Вот Я На Эту Сумму При Достижении 18 лет Купил Севалуя И Как то Не Это Самое Сейчас Отвечу Сань Я еще Тут Давай Все Уехал Уехал Давай Пока Уралы Были Тоже Но Уралы Были Не Свои Ребятам Помогал Делал Вот А Изначально Свои Был Сразу Валуй И Их Интерпретацией Было Уже Четыре Штуки Я Занимался В 90 Годах Тем Что Мы Ездили По Деревням Собирали Старые Мотоциклы И Потом У нас Их Забирали Вот Ребята С теми С которыми Я Уже В живых Нету Ребят Этих Я Пока Один Остался Надеюсь Что Я Еще Долго Поживу Вот А Так И Это Самое С дядя С дядей Сашей Ломаков Очень Плотно Общались Вот Настолько Плотно Что Ну Свои Проекты Даже Были Вот Ну В принципе В те Года Через него Только Все И Могло Отсюда Выйти Больше Не Через Кого Через Диму И Через Дядь Саш Через Них Оформляли Все Эти Вывозы Так Что Если Будет Задача Сделать Что То Такое Что Оно Поедет Я Даже Отказываться Не Буду Потому Что Я Это Все Прошел В 90 Делали Мотоциклы Кастом И Делали Это Было Очень Давно 93 96 99 Наверное Год Но После Этого Честно Говоря Компании С которой Хотелось Бы Работать У Не Осталось Скажем Так Компании Зачем Для Этого Ну Можно Одному Ну Вот Пожалуйста Мой Валу Этому Подтверждение Стоит Он У меня Разобранный Был На чем Ездить До Последнего Момента Продал Шадову И Теперь Понимаю Что Надо На чем То Будет Ездить Для Этого Придется Восстанавливать Валу Вот И Все То Есть Для Того Чтобы Самому Одному Делать Это Надо Забить На Все Либо Иметь Какой Бизнес Который Не проживешь Я Это Все Проходил Знаю Вот Это Как раз Больше Даже Денег Принесет Чем Кастом А Жить На Что То Надо Поэтому Приходится Из Этого Всего Выбирать Ты Просто Еще Арт Проект И Делай На Заказ Правильно Да Я Чаще Всего Я На Заказ И Делаю Это Все Что Тут Большей Частью Осталось От Тех Людей Которые Пропали Либо То Что Я Конкретно Хотел Для Себя Сделать Но В Какой То Момент Понял Что Мне Ставить Некуда Вот И Все Потому Что Вот Это Кресло Это Десять Лет Назад Я Сделал Для Себя Оно Десять Лет Просто Я У Меня На Даче Вот Пришло В Реальную Негодность И Уже Тут Я Его Доделал Сделал Реальным Вот Это Самый Сидушку Сделал Новую Вот И На нем Теперь Удобнее Стало Намного Сидеть И Оно Вообще Превратилось Именно В Кресло А то На Даче Оно Уже Стало Умирать Уже Ржаветь Начало Я Перестал За Нем Ухаживать Красить На Зиму Накрывать Уже Понял Ну Не До Этого Была Стройка Фигойка А А кто Тебя Заказывает Обычно Слушай По разному Совершенно По разному Людей От Маленьких Поделок Для Друзей И до Больших До Немеренных Для Людей Которые Заказывают Бары Вот Например Заказывали Питерский Бар Не знаю Где он Стоит Чего За бар Не знаю Ничего Люди Вышли Через Меня Через Интернет Вот И Заказали Им Сделать Бар Вот Я Делал Кусками Вот То есть Они Мне Дали Все Размеры Показали На Фотографиях Бар Вот И Я Им Делал Кусками Они Раз В Два Месяца Или В Месяц Я Делал Месяц В Советовал Чего Нужно Делать Чего Не Нужно Делать Я Вообще Не Беру За Заказы Которые Честно Могу Сказать Мне Не Нравится Делать Вот Например Столики Из Двигателя Где-то Ребят Поставили Мой Столик Я Их Не Делаю Просто Принципиально Потому Что Это Очень Просто Это Очень Просто И Думать Ничего Не Надо То Есть Люди Которые Конкретно Занимаются Роллинг Стол Ребята Занимаются Такими Столами Алексей Господа Они Делают Такие Столы Я Не Хочу Их Делать Потому Что Не Интересно Светильник Жалко Отличный Светильник Спрятан Этот Светильник Друг У меня Заказывал И Так И Не Забрал Потому Что Сменил Две Квартиры И Понял Что Ему В ту Квартиру Которая Сейчас Уже Такой Светильник Не Пойдет Никак Он Кстати Говоря Еще Может Быть Попрошайкой В Питере На Выставке Его И Сделали Попрошайкой А Делался Он Под Альбом Ренсида Вот Так Вот Она В Питере Стояла Работа Вот А делался Он Под Альбом Ренсида Это Вообще Он Так И Называется Светильник Ренсида И Много Таких Как Ты Слушай Прилично Но Не В Москве В Питере По Периферии В Туле Ребята Хорошие У них Обалденные Работы Вот А По Москве Стимпанкеров Много А Вот Именно Те Кто Занимаются Вот Такими Вещами Смоленский Друг Хороший У меня Живет Сашка Варюцкий У него Работы Офигительные Просто Радуют Меня Вот У него Все Монументально Ничего Не двигается Я Конечно Стараюсь Чтобы У меня В работе Что-то Шевелилось Да Честно Говорю Мне Даже Удивилось Что Он Двигается Я Думал Это Тоже У Этого Руки Двигаются Вон Того Язык Выходит И Обратно Задвигается Вот Эти Вещи Я Стараюсь Чтобы Они Были Либо Функционал Либо Что-то Двигалось Вот Функционал Конечно Последнее Время Меня Больше Увлекает Вот Эти Вот Все Сидушки Столы Для Меня Это Все Стало Гораздо Серьезнее Чем Наверное Начиналось Я Сначала Начинал Для Себя Это Делать А Сейчас Я Понял Что Меня Конечно Функционал Сильно Очень Задел И Хочется Все Больше И Больше Функционала Делать Есть Задумки На Новые Стулья На Новые Кресла Но Пока Сейчас Видишь Уже Некуда Тут Ничего Ставить Дом Своей Мастерской Сейчас Нет Дома Все Забито Инструментом Две Комнаты В Инструменте Вот И Приходится Работать Не в Своем Месте Поэтому Сейчас Пока Я Приостановил Все Проекты Даже То Что Заказывали Не Успел Доделать Поэтому Четыре Работы Остановились До Весны Подожду Там Надо Разбирать На Даче Гараж И Начинать Трудиться Ты Так И Не Женился Нет Может В Этом Причина Творчества Нет Я Думаю Что Да Ну Хотя Знаешь Все Мои Подруги С Моими Работами От Меня Уходят Сколько Их Было И Все Уходят Своими Работами Ну Не Переживай Не Женитесь Ну Так Получилось Я Ни Одного Знаю Такого Но Чаще Всего Все Ненадолго Потому Что Творчество Оно Занимает Очень Большую Часть Времени Своего И Когда Жена Тебя Дергает Это Нереально Сделать Что-то Нормальное Ну Либо Она Должна Быть В Теме По Другому Никак Ты Сам Знаешь Должна Быть Мотоциклист Поэтому Байкерские Дела Они Перетекают Именно И Такой Вещи В искусстве То же Самое Слушай А как Ты Относишься К Современному Мотоциклизму Вот Этим Вот Сглаженным Формам Вообще Не Нравится Вот Я Как Остановился Наверное На 70-х Тире 90-х Годах Я Вот Остальное Все Вот Как-то Для Меня Это Все Но Я Удивляюсь Всем Этим Найт Рот Которые Непонятны Для меня Вообще Как Мотоциклы Я Вообще Их Не Признаю Не Знаю Не Люблю Я Вот Это Все Новое Совершенно И Спарты Не Люблю Для Меня Вот Старые Модели Даже Скажем Так 70-60 Год Для Меня Самый Показатель Мотоциклов Меня Они Больше Всех Нравятся Вот Вот В Эти Года Я Я От Них Просто Тащу С Тридцатых Годов Мотоциклы Кстати С которых Я И Начинал Которые Мы Начинали Собирать И Набирали Их Тогда Много Было Вот На Последнем На Последнем Мотоцикле Я удивился Ребята Притащили Старых Орлей Тридцатых Годов Как Они Он Мне Сказал Что Он Нашел В Москве Я Я Реально Не Поверил Потому Что Я Помню Когда Мы Ездили Нам Приходилось Уезжать От Чтобы Найти Чего Новенькое Вот И Его Притащить В Москву Сейчас Уже Что Я Даже Не Поверил Он Сказал Балашихи Еще Такой Стоит У Кого Интересно Потому Что Я Помню Что В 93 Году Мы С Балашихи На Ходу БСА Притащили Вот Я На Нем Даже Ехал До Москвы На этом БСА Вот Мотоцикл Охренительный Был А может Мы Просто Старые Уже Не Я Думаю Что Мы Не Старые Я Вообще Мне 18 Вот Я Думаю Что Просто У Каждого Человека Есть Какой То Краник Который Перекрывается В тот Момент Когда Начинает Поступать Новая Вода Вот И Этот Краник У меня Перекрылся В 90 Года И Другого Я То Есть Все Это Новое Которое Появляется Оно Мне Напоминает Старое Поэтому Я Новое Ничего Не Слушаю Поэтому Я Слушаю Джаз 30-х 70-х Годов Вот Максимум До 90-х Дохожу Поэтому Я Слушаю Все Эксклюзивное И Оригинальное А не То Что Сейчас Коверами Исполняется И Поэтому На самом Деле Я Думаю Что И На Мотоциклах Из-за Этого Я Остановился Не В Тему Я Знаешь Что Заметил Люди Которые Слушают Коверы Не Хотя Честно Говоря Могу Сказать Что Твистед Систер Мотерхед Ковера Очень Даже Ничего Ну Вот Леми Взял Песенку Твистед Систер Исполнил Ее Сам Я Считаю Что Очень Даже Ковера Ругать Конечно Нельзя Некоторые Коверы Лучше Даже Чем Оригинальные Вещи Бывают А Вот В искусстве Может Быть Ковера В своем Может Да Сейчас Вот Ковер Пожалуйста Это На гиге Русского Чужого Сделан Ковер Сам Натуральный Ковер Я Считаю Что В искусстве Можно Ковер Делать У меня Есть Конечно Подражание Дали Если Ты Видел Там Половник Загнутый С длинными Ножками Еще Некоторые Говорят Что Это Для Варенки Для Ну Если Помнишь Вот Некоторые Вспоминают Эти Времена Ложки И так Дальше Вот И это Был кавер Мне заказали Просто для Варки мыла Такую фигню Он сам Просто придумал И попросил А я решил Ее исполнить В кавере То есть Поддали Вот Поэтому Я считаю Что Каверы В искусстве Возможны Каверы В музыке Они тоже Возможны Но Они Не всегда Получаются Хорошо У людей Слушай А давай От искусства К тому Что Сейчас У нас Подрастающее Поколение Больше любит Оно У нас Такое Рациональное И смотрит Со стороны Выгодно Невыгодно Вот Я же не буду Заниматься Тем Что Невыгодно Даже Если Мне нравится Вот По твоему Чем ты Занимаешься Это Выгодно Невыгодно Это Я Сразу Могу Сказать Что Это Невыгодно И Выгодным Никогда Не будет Просто Однозначно Искусство Никогда Не было Выгодным Искусство Может Быть Выгодным Если Ты Ну Я Не знаю Продался Кому За За Деньги Делаешь Чего То И У Тебя Заказы Идут Я Не знаю Как Это Объяснить Сколько У меня Знакомых Если Люди Занимаются Конкретно Искусством Это Невыгодно Я Не Считаю Татуировки Ну Оно Тоже Искусство Но Это Совершенно Другой Вид И Совершенно То Могу Сказать Однозначно Я Работал В Тату Фан Клаве Пирсером Очень Давно Была Такая Контора Вот По-моему На тот Момент Существовал Существовали По-моему Только Мы До Три Кита Вот И Вот На тот Момент Это Было Невыгодно Карелов Открывал Этот Бизнес Не Задумываясь Насчет Выгоды Вот Сейчас Да Сейчас Это Популярно И Выгодно Я Могу Сказать Однозначно Если Я Сейчас Начинал Татуироваться Я Ни В Татуировки Но Сейчас Как Затянуло И Все Почему Б Не Сделал Потому Что Это Очень Распространенная Вещь И То Что Сейчас Делается Мне Ни Одна Работа Не Нравится Кроме Конечно Реализма Но Я Прекрасно Понимаю Как Этот Реализм Будет Выглядеть Ну Если Я Сделал Через Год Да Через Год Через Два Это Расстраивает Людей Реалистическими Татуировками И Вообще Мы Не Про Татуировки Наверное Не Не Это Все Одно И Тоже Искусство Оно И Есть Искусство Слушай Это Все Татуировок Началось Я В 89 Году Первую Татуировку Сделал А И Дальше Понеслось У Меня Начались Начал Покупать Себе Инструмент Начали Появляться Деньги И Дальше Пошло Вот К этому Все Переместилось Я Даже Вот Эти Часы Сделал Со Своей Татуировки То есть Это Конкретно С моей Татуировки Часы Фото Твоя Приложенность Это Поржавело Она Уже Начала Подржавливаться А Когда Ржавчина Пойдет Она Будет Еще Интереснее Смотреться Потому Шестеренки Эти Все Останутся Велосипедные Такие Как Были Они Не Будут Уже Ржаветь Вот А Эти Вот Цепи И Все Остальное Подржавеет Однозначно И Будет Смотреться Еще Круче Поэтому Я Эти Татуировщик Изначально Я Никогда Не был Татуировщиком Потому Что Не умею Рисовать Я С самого Началь Сказал Никогда Не был Татуировщиком Задумок Была Гора Даже Друзьям Эти Задумки Рассказывал Некоторые С моих Слов Зарисовывали Делали Все Татуировки Но Татуировщиком Я Не был Никогда Я Пирсером Был Я Прокалывал Людям Все Что Угодно Начинал С Работал В Грезах Работал В Тату Фан Клабе Потом Еще Не помню Где Работал Но Все Пирсером И то Я Пошел Пирсером Работать Не за Того Что Мне Это Было Интересно А из Того Что Не Хотелось Чтобы Люди Портили Се Дальше Жизнь Я Тогда Занимался Акапунктурой И Очень Серьезно Занимался Акапунктурой После Того Как Я Занялся Машинами Я Уже Этим Заниматься Не Могу Потому Что Мои Руки Уже Не Чуют Теплого Места На Точке Акапунктурной То Я Могу Даже Железки Брать Руками Я Варю Без Перчаток Я Не Умею В Перчатках Работать Вообще Вот И В общем То Пошел Чтобы Людям Не Портить Дальше Жизни И здоровье Пошел Именно Перстером Работать Вот Проработал В разных Местах Много Кому Переколол Даже Не стоит Об этом Говорить Но Не люблю Я Этого Всего Так Ты Сейчас Механик Получаешь Механик Да Я думаю Что Многим Будет Непонятно Мне Понятно Потому Что Я не Помню Сколько Ти Лет Скоростью Ты Человек Работал Везде Просто Потом Там Потом Сейчас Не Понятно Я Больше Скажу Я Еще И Строитель Я Работал Союз Реставрации Реставрировал Церковь Федора Студитого Никитских Ворот И колокольня Которая Поднята Это Первые Мои Шаги В Христианстве Которые Я Начал Изучать Не Просто Так Да Да Вот У меня Такая Жизнь Веселая Где Я Только Не Был Кем Я Только Не Был У меня Примерно Такая Жи Фигня Это 90 Года Они Никого Не Оставили Без Таких Вещей Тогда Надо Было Искать Себя Тогда Пришла Свобода Скажем Так Никто Не Знал Как Ей Пользоваться И Все Занимались Тем Что Им Интересно Вот Его Заказал Еще Когда Одноклассник Когда Еще Не Был Даже Череп Сверху Потом Жена Сказала Извини Андрей Но Это У Нас Не Будет Стоять Дома Какой Кошмар Тут Еще Есть Из твоих Работ Разводится Из твоих Работ Разводится Не В Разводе Но Немножко Поспорили Чуешь Какой Кошмар Ходит Это Тоже Шевелится Башка Она Тоже Чуть Крутится Но Больше Не Стал Потому Что Ее Перетягивает Она Становится Вот Так Игрушки Детские Не думал Делать Никогда Задумывался Об этом Но Честно Говоря Совсем Не Хочется Я Тоже Люблю Детей Нет Я Детей Люблю Реально Люблю Детей Но Железки Дети Мне Игрушки А Из Другого Чего То Делать Работаю Я Я Пока Не Научился Деревяшки Могу Да Деревяшек Сделать Могу Вон Деревяшек Сделал Это Тоже Светильник Сейчас Выключим Или Они Выключили Наверное Деревяшки Деревяшки Субтитры создавал DimaTorzok